У Артура математический склад ума, хитрые задачи, сложные примеры. Ничего этого он не боится. Ученик 24-го лицея интерната – постоянный участник игры «Абака». Математика – очень важный предмет, потому что, зная ее, ты можешь, допустим, легко знать физику, информатику, экономику и все остальные предметы. И она очень сильно поможет в дальнейшем. В математическом поединке школьники ежегодно сражаются на базе 24-го лицея интерната. Учебные заведения уже 9 лет проводят игру «Абака». В этом году в игре «Абака» принимает участие 157 команд. Причем это не только ученики нижнекамских школ. Также приехали участники из соседних районов. Мы из Заинска приехали, мы приезжаем уже второй раз. На «Абаку» второй раз. Мы были на турнире Чеботарева. Нам здесь очень нравится. Если бы не нравилось, мы бы не приезжали. Но все на очень хорошем уровне проводится. Все нравится. Дети с удовольствием участвуют. То есть, ну, вообще, участие в таких играх, то есть, в математических играх, в любых играх, это возможность детям проявить себя. Математическая «Абака» – это командная игра соревнования по решению задач. Задания командам выдаются одновременно. Они решают задачи по разным тематикам, геометрии, цифры, логика. Если они решат все задачи из-за выбранной темы, они получают бонусные баллы. Задание не тяжелое, но все-таки приходится постараться, чтобы решить. Вообще, зачем знать математику нужно? Чтобы в жизни пригодилось. Пока ребята решают математические головоломки, за ними следят судьи. По правилам участникам нельзя пользоваться калькулятором. Все это детям говорят во время вводного инструктажа. Сначала мы рассаживаем их по командам, по местам, и проводим инструктаж, объясняем, какие правила у нас. И они приступают к выполнению задач. И выделяется время с 8.30 до 10.15. Ну, где-то минуты часа, это 45. Вот это время. 24-й лицей стал организатором этой игры не случайно. Учебное заведение всегда показывало хорошие результаты по математике. Ну, а игру Абака дети здесь очень любят и ждут. Те же ученики, которые уже по возрасту не могут быть участниками, помогают взрослым уже волонтерской деятельностью. Волонтерская деятельность включает в себя помощь в организации игры, заполнение протоколов, сопровождение участников к местам проведения соревнований и выполнение некоторых организационных моментов. Игра проходит по двум возрастным категориям. Среди 4-х и 5-х классов и 6-х и 7-х. В каждой подгруппе выявляются победители, которых награждают дипломами, значками и памятными призами. Анастасия Шакирова, Максим Липин. Новости НТР.